DJI Mavic Mini весит 249 грамм. И это гениально. В России, например, как и в многих других странах мира, например, в США, нельзя летать ничему, что весит больше 250 грамм без регистрации. Только если пакеты из супермаркета объединятся в один большой пакет, вот и можно. Чтобы коптер, простите, коптер запустить, нужно получить разрешение. Любые беспилотные летательные аппараты весом от 250 грамм подлежат учету. А их планируем полете, а его времени, а месте проведения надо предупреждать заранее. Это закон. Человек, который просто купил в интернете дрон и решил запустить его на улице без соответствующего разрешения, уже нарушает закон. За это предусмотрен административный штраф. Mavic Mini Не прошло и полгода с момента постановления, как DJI выпустила новый дрон. И он весит 249 грамм. То есть ровно 1 грамм отделяет DJI Mavic Mini от госрегистрации. Получается, если вы забудете снять защитное стекло стабилизатора, то вы не сможете летать. А если... А если снимете? А если снимете, то пожалуйста. Что за дела? В общем, спускай на землю. Put that drone down. No. Воу. Может заодно и лайк поставишь? Единственное, только в любом случае вам придется получать разрешение на каждый полет. А то запустите Mavic Mini над аэропортом и полетит он снимать. Не таймлайпс, а лопасти Боинга. И еще, кстати, в Москве нельзя снимать. Вообще нигде нельзя снимать в Москве, только за пределами Макада. В Санкт-Петербурге в основном запрещено снимать только в центре. Ну, в принципе, в Питере больше особо их нечего снимать. Так что жителям больших городов получается снимать только шашлыки на даче. Но да ладно. Самое главное, что на коптере можно рисовать. Да, прям как на Pixel 3 XL. Если я сниму чехол, то там будет целый белый холст, на котором можно рисовать карандашом. А если бы вы посмотрели опыт использования Pixel 3 XL, то узнали бы об этом гораздо раньше. Там много чего полезного есть еще, так что кто не видел. От 400 до 500 долларов в зависимости от комплектации. Ориентировочно, конечно, я вам советовал бы ориентироваться на 500. Ну, точно, на 500 долларов, потому что лучше доплатить и летать как положено на профессиональном коптере, а не как на коптере с Алиэкспресс. Камера в Mavic Mini тоже есть, как ни странно. И если сравнивать с DJI Spark, то качество улучшилось 100%. Там есть и 2 смк в современном новом Mavic Mini. Там есть 2 смк с высоким битрейтом, все как положено, в общем-то. Улучшилось-то да, но вот сильно или нет, это надо еще проверять. Если найду сэмплы, а еще лучше сравнение DJI Mini и DJI Spark, то ставлю ссылку в описании. Если пошли проверять, есть ссылка или нет, заодно поставьте лайк. Очень много чего еще можно докупить к Mavic Mini. Мне понравилась вот такая зарядка. Она очень похожа, на мой взгляд, на одну из колонок Harman Kardon. Или Harman Kardon. Но в путешествии ее точно не возьмешь. В принципе, как и колонку Harman Kardon. Или Kardon. 11.11 Всемирный день распродаж. Тот самый день, когда мы узнаем истинные цены на товары, их реальную стоимость. А не как обычно нам продают с наценкой. Скидки это для нас, для продавцов это самый настоящий день продаж. Причем очень активных продаж. А знаете, кто еще заработает очень много в эти дни? Транспортные компании. Заказали на Алиэкспресс лампу от Xiaomi. Например, так сделал недавно я. И не поедете же вы за этой лампой прямо в Китай. Собственно, ручно ее забирать. Нет, конечно, так никто не делает. Вам ее доставят. Алибаба Групп, который принадлежит Алиэкспресс, задумалась и решила, что к 11.11 на этот раз надо очень хорошо подготовиться. Было решено запустить дополнительный рейс, посвященный исключительно доставке товаров с Алиэкспресс. Пока всего один самолет в день, но планируется в будущем. По два вылета. И знаете что? Сколько вы платили за доставку или не платили, столько вы и будете платить или не платить. Короче, время доставки сократится, а стоить это будет столько же. Самолеты все-таки быстрее кораблей, так что будем надеяться, что все пройдет гладко. Распродажи ожидаются не только на Алиэкспресс, но и на многих других онлайн-площадках. Так что Крех выпускает такую возможность. Не забывайте и про кэшбэк. Не забывайте и про то, что если иностранные транспортные компании стараются максимально сократить сроки доставки, то не факт, что и в пределах России все будет столь же оперативно. То, что из Китая до России посылка долетит за один день, это прекрасно. Но вы же понимаете, что посылка придет вам все равно через 30 дней. В iFixit уже успели разобрать AirPods Pro по частям. Вы пока можете сами предположить, прикодно они для ремонта или нет. На самом деле ответ всего один, и он известен нам очень давно, так как это устройство Apple. А устройства Apple практически никакие не разбираются. Просто ноль. Ни одного балла не смогли найти, даже у Galaxy Fold. Два балла. Тут нет вообще. Но с другой стороны, ничего нового. Ни первое поколение, ни второе поколение AirPods невозможно разобрать. Для того, чтобы разобрать AirPods и кейс от них, пришлось изрядно попотеть. Дело в том, что Apple собирает наушники точно так же, как и айфоны. Вы же знаете, чем знаменит айфоны. Именно компания Apple первая решила сделать так, чтобы смартфоны были неразбираемы. Если вы бросите любую Nokia на Apple, то увидите, что она разлетелась по частям. При этом осталась целой, и это удивительно, это волшебно. Но она разлетелась по частям, потому что крышка съемная, и аккумулятор точно такой же. Теперь же, если вы заметите, ни один смартфон, ни один известный смартфон, такой, который массово покупают, невозможно разобрать. У него нельзя заменить аккумулятор. То есть вам придется в любом случае брать с собой Powerbank или покупать Battery Case. То есть Apple забрала у нас возможность менять аккумуляторы и дала нам Battery Case за 5000 рублей. Идеально. И все потому, что Стив Джобс решил, что в самом первом iPhone не будет съемной панели. Такая идеология. С одной стороны, то же самое и с наушниками. Никто не должен знать, что находится внутри устройства, кроме того, кто произвел это устройство. Кроме производителя, кроме компании Apple. Но мне кажется, что в случае с наушниками все гораздо проще. Дело в том, что наушники сами по себе маленькие. Туда мало чего можно впихнуть в принципе. Если бы Apple сделала большие наушники, как это получилось у Sony. У Sony не получилось сделать маленькие наушники, получились большие наушники. Apple такого позволить не могла. Наушники должны быть удобными, маленькими, комфортными, как AirPods. Как первое поколение, как второе поколение, третье должно быть таким же. И так как корпус наушников очень маленький, но там очень много технологий, пришлось все уплотнять. И место для соединений, чтобы можно было снять одну часть, другую часть, заменить ее на всякий случай, вдруг что-то сломалось. Нет. В общем, ни одна из моделей AirPods не пригодна для ремонта. В том числе и новый AirPods Pro. Так что если наушники сломались, вам стоит прийти в магазин Apple и попросить, чтобы вам их заменили. Либо один наушник, либо сразу два. Если сломались, сразу два наушника. В том числе, если вы и потеряли наушник, то же самое. Приходите в магазин, просите новый, примерно за 6 тысяч рублей вам его выдадут.